С начала сезона заготовки кормов спасатели внимательно отслеживают ситуацию. Малейшая недоработка может спровоцировать опасность в виде возгорания. Соответствующее состояние пожарного щита, наличие первичных средств для тушения, соблюдение правил безопасности при хранении кормов, температурного режима и уровня влажности – все эти основополагающие факты и изучают в ходе проверки сотрудники МЧС. В открытом акционерном обществе селекционно-гибридный центр «Западный» в Брестском районе сегодня заготовлено 100 тонн сена, еще 100 тонн было ранее передано населению. Работа идет строго по плану, а вот соблюдают ли на этом объекте правила безопасности, внимательно изучили спасатели. Температура сена соответствует норме, условия хранения на достойном уровне, средства тушения в надлежащем состоянии и необходимом количественном составе. Оценка ревизоров высокая. Но от непредвиденных ситуаций застрахован только подготовленный. Работа в этом направлении не должна быть одноразовой мерой. О безопасности здесь не забывают. Когда завезли сено и в течение двух недель каждый день приходим, проверяем, замеряем влажность, температуру. Если в течение двух недель все хорошо, то уже дальше раз в неделю. Успели заготовить, высушить. Здание вроде соответствует. Не протекает ничего. Вопросов по этому никаких не возникло. На другом сельскохозяйственном объекте, в агрогородке клиники, недоработок в том, что касается соблюдения безопасности, сотрудники МЧС тоже не выявили. Здесь о кормах и о животных заботятся по-особому. Следят внимательно, ухаживают кропотливо. Говорят, что отдача всегда такая же. Начали заготавливать в мае месяце корма. В основном мы закладывали сенаж, потому что сенаж более выгодный в траншеи, я имею в виду. Ну и проще с сенажом обходиться, потому что, как вам сказать, поголовье большое, больше двух тысяч на отделении. И сегодня техника такая, что кормосмесители, это не раньше, что мы выложили сено и телятка. Мы заготавливаем только для маленьких телят. Только для маленьких телят. И заготавливаем в пленку еще. Сенаж, там влажность, конечно, выше, где-то 30-35, ну в этих пределах, может и 28. Когда она немножко даже в пленке немножко суше, оно даже для телят более приятно. Под серьезным контролем и состоянием сельскохозяйственной техники, ежедневно работающей на полях, сотрудники МЧС внимательно следят за правильной комплектацией их необходимыми первичными средствами тушения. Исправностью приборов проверяют наличие средств очистки механизмов от лишних отходов. Вовремя выявленные нарушения, гарантия того, что опасных ситуаций не предвидится. Имеют место, не всегда комплектуются нужным количеством необходимых первичных средств пожаротушения. Одним из самых многочисленных нарушений, замещаний, это то, что не всегда в период уборки проводится очистка того же оборудования, которое должно осуществляться ежедневно после окончания работ, в период проведения работ, дабы какие-то частицы не попадали на трущиеся элементы, в связи с чем не произошло возгорание. В целях недопущения пожаров на сельскохозяйственных объектах сотрудниками инспекции надзора и профилактики МЧС будут осуществляться плановые проверки, в ходе которых будут изучаться соблюдения работниками правил безопасности, проводиться противопожарные инструктажи, выявляться нарушения. Уборочная кампания не за горами, успех дела невозможен без грамотного к нему подхода. Нарушений в ходе рейда спасателей по объектам Брестского района зафиксировано не было, и это говорит об ответственности сельхозработников. На сегодняшний момент у нас не зарегистрировано пожаров по причине самовозгорания грубых кормов. А нарушения вот таких, может быть, температурные там режимы? При начале заготовки грубых кормов мы до закладки их в склады провели, обследование данных складов на предмет соответствия. Были обследованы как сами конструкции, так и наличие первичных средств пожаротушения. По всем выявленным нарушениям предприятиям были разосланы рекомендации, в которых указаны были нарушения, и предложен срок устранения до закладки кормов. Нашими предприятиями все мероприятия, которые нами предложены, были выполнены. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.